добрый день друзья сегодня приступаем к самым подготовительному с моей точки зрения обзору которым я готовился больше месяца на тест орсионных бит формат 50 миллиметров со шлицом pz2 короткая предыстория как я вообще пришел почему pz2 не пиаш значит началась у меня вся эта история года два назад при работе с импактом закручивал 120 миллиметровый анкер заранее пробуренный отверстие в бетоне увидел сноп искр как выяснилось срезала все шлицы на бите до этого и до сих пор в принципе использовал битые ударные торсионные от мелоки в начале черная серия сейчас уже они обновились на вот этот серебристой головкой в качестве основного инструмента у меня всегда был импакт от мелоки 2853 это пожалуй самый мощный импакт на рынке который сейчас присутствует мощнее ничего нету то некоторые кулибины переделывают берут квадрат от нового ставика м18 2854 по моему вставляет его сюда и он в тестах даже обходит вот на вешали коверт от той же мелоки то есть потенциал заложен огромный хвостовик под одну четвертую дюйма здесь явно из быч поэтому отдельно мне пришлось докупать масляный саджик модель 2760 для того чтобы хотя бы как-то минимизировать вот этот вот чрезмерный расход оснастки пришел к выводу что все-таки немалую роль играет также температурные условия ты уже соснул который осталась какая-то влага достаточно несмотря на то что практически весь пиломатериал у меня сухой все равно зимой заметно что заходит потуже то есть и удары начинаются где-то вот если брать 80 саморез серединке вот и очень часто даже прикрепить при крепление ступени лестницы на каждую ступень по 2 80 миллиметровых самореза на это я потратил две биты то есть первое сдохло буквально на втором саморезе опять же срежь лицо кстати вот это но с серебряной головкой то касается летнего тестирования буквально вот вчера погонял где-то порядка 40 разных саморезов тоже сосну выяснилось что заходят они практически без ударов конце вот буквально там последний сантиметр из этих 80 миллиметров он начинает давать серию ударов почему 50 миллиметров и они штатные вот эти вот короткие биты по моей статистике личный в бита держателях несмотря на то что они сами по себе ударные тоже позиционируются как торсионы то есть разгрузочные короткие биты вот эти вот летят чаще поэтому взял торсионы то есть формат 50 миллиметров у которых есть разгрузочная шейка вот это вот удлиненная то есть зона скручивания которая демпфирует либо гасит удары можно по-разному это все назвать не все биты которые будут принимать участие в сегодняшнем тесте строго 50 миллиметров то есть чуть чуть покороче есть чуть подлиннее отдельно обзор по битам которые я собирал вы можете посмотреть по по подсказке сверху но некоторые биты пришли с очень большим запозданием от той же макиты а сейчас я хотел бы рассказать немного про методику тестирования значит у нас два импакта будем крутить и в дуб не в сосну потому что сосна не даст такого сопротивления можно закрутить до 100 саморезов я хотел еще добавить возможно эти же температурные условия точнее отрицательная температура как-то сказывается на сопротивление внутри самого металла биты потому что зимой повторюсь летят они просто как семечки вчера тоже погонял по дубу березе сосне плюс связка фанеры сосной наибольшее сопротивление дает дуб потому что изначально цель теста определить стойкость лицов каждый ударный бит и насколько хорошо на держит удар при закручивании в дуб удар на 80 метров саморезов начинается примерно от середины то есть наполовину заходит своим свободным ходом это я сейчас говорю про вот этот вот импакт 2853 и дальше пошла серия ударов крутить будем на строго на 3 скорости иначе у меня не хватит ни хронометража не собственно саморезов хотя здесь здоровенная коробка почти две или три тысячи саморезов ну и материала самого не хватит можно с утра до вечера просто сидите крутить саморезы хочется побыстрее выяснить 2 скорости на 2853 меня практически на каждом втором третьем саморезе 80 миллиметровом срезал шлицы сейчас картина немного другая из-за того что температурные условия ну и влажность древесины соответственно ее плотность тоже поменялись лучше вы конечно этот тест провести зимой ну так как я уже взялся как говорится за куш вот нужно проводить все это сейчас дуб взят со старого дома в элементы какой-то дверной коробки по плотности вот он сколько лет то дом стоял наверно лет 70 либо ну не меньше 50 лет вчера его загонял заходит с дымком есть еще у меня пенек старый тоже пять лет тут стоит во дворе саморез при заходе тот же 80 метров на половину гореть начал то есть покрылся черный такой окаленный дуб как по мне так наиболее подходящий материал для того чтобы определить и создать точнее максимальную нагрузку при закручивании которая опять же повторюсь зимой в сосне особенно смоленистый либо при попадании в какой-то сучок то есть тоже нагрузка возникает будем загонять по очереди 20 саморезов 80 миллиметровых 5 100 миллиметровых и в конце в пенек загоним 120 миллиметровых достаточно редкий экземпляр но у меня вот несколько штук штук здесь сохранилась проблема в том что если все это вот загонять пень я наверное буду по три штуки использовать у них ломается просто лопается шейка потому что напряжение очень большое создается то есть там дым валит во все стороны и в конце уже бита может оказаться целый шейка лопнуть вы сами увидите там у меня весь пень практически в этих обломанных шейках отдельно я хотел бы поблагодарить всех тех людей которые участвовали в дискуссиях в моем сообществе на канале к многие вещи я узнал именно от вас заранее огромное спасибо просто сэкономили мне кучу времени и денег потому что к примеру те же биты хилти как выяснилось выпускает их вера и смысла никакого их покупать нет совсем недавно один из людей оставил комментарий я долго искал кстати информацию по битам крафтул сделанным японии делает их компания anox tools особую благодарность хотел бы выразить компании дело техники которые подключились тоже узнав мы им написал вначале была тишина потом очень резво откликнулись прислали мне несколько бит будет интересно вы хотели их увидеть в обзоре отдельно благодарность компании гидоры немцам они прямо из германии мне выслали вот такой вот набор шикарнейший бит чем интересен этот набор многие вот спрашивали хотели видеть тестах американский раз распиарены там набор морские на сделаны все на одной фабрике то есть практически весь набор даже форму вот этих вот головок и отливка корпуса пластикового она соответствует тем же норске в американском варианте вот этих вот бит норске отсутствует бит и торсионные со шлицами pz так уж получилось что пози драйв получил небольшое распространение на американском рынке и практически вот в этих сетах его игру его вы никогда не встретите отдельно благодарность также за наводку на биты и ush очень редкий экземпляр мне вот довелось купить их только в кувалде больше нигде не встречаются произведены в германии весь этот ассортимент поделен на три сегмента то есть это масс-сектор самые дешевые биты средний сектор и топовые варианта типа веры вихи которые стоят конских денег и нужно как-то понять вообще оправдывают они себя в работе или нет начинать будем от самых дешевых бит в данном случае это бита dexter pro из solero merlin продаются они вот таких вот блистерах произведены в китае так как большинство бит продублировано два раза то есть начале у нас пойдет импакт 2853 переходим на масляный докручим вторым экземпляром оставшуюся часть саморезов но если бита проходит все три этапа то есть крутим до конца сухим импактом 2083 следующий бит вирс произведены в китае тоже какой-то такой непонятный бренд брал на зоне стоимостью в районе 62 рублей за штуку и а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, произведены в Китае Фирма сама канадская Позиционирует себя как топовый производитель Различной оснастки Для того же Деволта Ирвина, по-моему То есть форма вот этих вот шлицов Очень похожа с Ирвиновскими Биты недорогие По стоимости выходит 65 рублей за штуку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующими будут биты от компании Дело техники Новинка, вышедшая у них То есть торсионная бита формата 50 мм Так вот выглядит упаковка Произведены в Китае Штриху код почему-то российский Досит wykon Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok следующими у нас будут биты от компании зубр позиционируются как торсионные здесь мелким шрифтом видно надпись произведены по заказу компании крафту по сути тоже дешевая серия производства тайвань стоимость 1 бит и 68 рублей с и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Где-то в районе 80 рублей. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Биты Гросс, собственная торговая марка компании Мира Инструмента, произведены в Тайване. Очень похожие на биты от Миллоки, то есть классическая торсионная шейка. Стоимость одной биты в районе 98 рублей, то есть они стоят дороже Миллоки. К сожалению, сняты с производства. То есть большая редкость забрала остатки в компании все инструменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Биты от Диволт FlexTorque нестандарт, 57 миллиметров. Производство Китай. По отзывам они не очень хороши. Стоимость одной биты в районе 101 рубля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё одни немцы, компания Witte, нестандарт, 38 мм, произведены в Германии. Я уже говорил, что отличаются цветом партии различной. То есть, вот эта бита чёрного цвета продавалась поштучно. Вот эти я брал на каком-то сайте, уже не помню. Стоимость одной биты 166 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Бит и Ирвин. Переплюнули немцев по цене. Стоимость одной штуки 171 рубль. Произведены в Китае. Я так полагаю, что вот эта же компания Short Torque. Потому что очень схожи и шейки, и формы шлицов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я об этом тоже говорил в обзоре Произведены в Германии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Impact Gold Производство Япония Стоимость одной штуки в районе 200 рублей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новинка от компании Makita Битый импакт премьер Тоже производство в Японии Очень долго их пришлось ждать Заказал в начале мая Пришли где-то через месяц и две недели Полтора месяца практически прошло Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одна из самых дорогих бит Несмотря на вот такой кочерявый бренд КВБ Который известен там всякими своими Кондукторами, шаблонами и прочей Ерунду из Китая Значит произведены на Тайване Очень схожи они по всем характеристикам С битами Вера и импактор Практически один в один Наверное от этого и такая цена Которая составляет 229 рублей за одну биту Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok биты крафтул успел попользоваться 100 миллиметровыми длинными битами очень хорошо себя показали шуруповерт это что касается использования бита ударных бит в импактах и в шуруповертах то есть шуруповертах можно использовать спокойно ничего не заминается абсолютно никаких следов то есть качество стали просто изумительно конкретно эти биты выпускает компания повторюсь anox tools для крафтула то есть под брендом крафтул набор из до убит стоит 549 рублей и 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 ну и пошел самый топ от немцев несмотря на то что немцы произведены они в чехии бит от веры бить и z стоимость бит и 319 рублей и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 бита чуть-чуть толще если сравнивать с милкой торсионная шейксом либо толще втулочка небольшое утолщение значит форма абсолютно идентичная посмотрим как она справляется по отзывам на амазоне на том же много нареканий по поводу качества стали то есть есть фотографии с фрагментами теми же которые он показывал с разломанными шлицами а Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, до финала у нас добралось 11 бит. Я их расположил в порядке стоимости. Это Вюрс. Для меня прям открытие. Посмотрим, как они покажут в дальнейшем себя в работе. Бошь импакт контрол. Осталось еще 7 бит. Будем наблюдать за ними. На удивление, Милвоки, которая лопалась практически как новая серебристая серия, буквально сразу проявила просто чудеса стойкости. Неплохо зарекомендовали себя биты Ирвин. Чувствуется мощь. Дошла одна бита до финала. Бита Фила тоже показала замечательный результат. Несмотря на свои недоразвитые шлицы, из самореза практически не вылетала. Что касается этой биты, возможно, кто-то захочет ее применять как универсальную. В ПЗ шлицах она держится неплохо. А вот с пиашками уже будет проблема. Потому что посадка не совсем плотная. Отломит головку. Неплохо также себя показали биты от Макиты. Импакт Голд и Импакт Премьер. Но у Голда заметна выработка уже на шлицах. Премьер продержался. Выглядит, по крайней мере, как-то более живо. Удивлением тоже стала бита КВБ. Все-таки мои предположения на тему производства веры на Тайване. Они, наверное, имеют под собой какое-то основание. Скорее всего, это немецкие технологии. Ну и тройка немцев, две от Веры, BTZ, которая стоит два раза дешевле практически импактора, показала одинаковый результат. Виха тоже продержалась молодцом. Будем наблюдать, как они себя будут вести в дальнейшем. Теперь поговорим об аутсайдерах. Явным аутсайдерам, к сожалению, в этом тесте стали биты от компании Дело Техники. Их новые биты, которые анонсировали они весной, суммарно не прошли на обеих импактов и пяти саморезов. Неплохо показали себя битый Декстер. Суммарно закрутили больше, чем те же биты от Дело Техники. Но тоже не дошли до второго этапа. Самое большое разочарование это немцы, USH и Vita. Показали результат, сравнимый примерно с Милкой. С той же китайской. Хотя стоимость у них в три раза дороже. Вилка новая серия. Так она обычно себя и ведет. То есть ресурс у них примерно такой же. Я имею в виду старый образец, который в этом тесте показал. Неплохой результат, но обычно он ведет себя вот так. Битый Редверк и Гросс примерно одинакового качества. Тоже не дошли. По-моему Гросс на втором этапе что-то там покрутил немножко и сдох. Очень жалко, что они прошли этот тест биты крафтуловские, сделанный в Японии. Посмотрю на их работу в шуруповерте. В дальнейшем тоже сообщу, как они себя ведут. По крайней мере шурики держатся хорошо. Шлицы не заминаются. То есть крутят достаточно бодро. Дошли на гидравлике до конца битый Short Torque. То есть первая бита была разломана тангенциальным ударом. Вторая себя неплохо показала. Мистер Лого тоже удивил. Несмотря на такое непонятное происхождение, биты достаточно стойкие. Видимо действительно производится в Японии. Ну и Деволт. Я думал, что покажут результат сравнимый с Милоки. Однако продержались. Дошли до конца. Опять же на гидравлике. Практически в конце уже на втором, я уже не помню, на третьем саморезе на выкручивании лопнуло биты от Гидора. Закончил тест с одной битой на гидрике. И Зубр тоже показал неплохой результат. Но это единственная бита, у которой была обломана сама бита в районе шестигранника. То есть будьте аккуратны с этим. Шлицы остались целые, а лопнуло на откруте. Потери саморезов практически 80% остались в недрах дуба с обломанными головками. Вот такая вот коробка, это еще не все выковырнул. Насчет импактов. Неплохо себя показал гидравлический импакт, но по статистике биты лопались чаще именно на нем. Поэтому предстоит тоже разобраться с этим. Что касается основного импакта, который проделал львиную часть работы под конец, я уже начал сомневаться, выдержит ли он до финала, потому что начал издавать какие-то звуки. В видео это не совсем заметно. На втором этапе вы, наверное, заметили. Я докручивал сотые саморезы с небольшими перерывами, пытаясь нагрузить саму биту. Ну и в этот момент очень сильно разогревалась голова редуктора. То есть мне приходилось снимать весь этот тест на протяжении почти трех дней. Потому что после непрерывного закрута 40 саморезов, температура доходила до 50-60 градусов. То есть надо где-то было полчаса 40 минут остужать импакт, чтобы продолжать тесты дальше. Для меня после этого теста вопросов осталось больше, чем ответов. Не ожидал я увидеть такое количество. То есть предполагалось, что максимум 3 биты доживут до конца теста. Однако мы имеем вот такой вот результат. Поэтому я буду, естественно, наблюдать в процессе работы, потому что достаточно много бит еще осталось у меня после этих закупок. Особенно удивила меня работа гидравлического импакта. Несмотря на то, что момент он передает заведомо меньший, это 50 ньютон метров, видимо из-за гидромеханической муфты весь этот момент идет достаточно жесткий. То есть по моей личной статистике ломал он битый похлеще даже, чем сухарик с тангенциальным ударом. Естественно, после более долгого анализа и сбора какой-то информации я сделаю более внятное видео. Для меня картина полностью в тумане. Я ожидал увидеть совсем другой результат. Поэтому подписывайтесь на мой канал, следите особенно за моим сообществом. Туда я буду выкладывать основную информацию короткую. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok